Продолжение следует... 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 С пресноводными улитками хорошо знакомы любители аквариумных рыбок. Они очищают стенки аквариумов от микроскопических зеленых водорослей. Вероятно, от пресноводных улиток произошли и наземные. В процессе эволюции жабры у них исчезли, зато появилась легкая. Так они научились дышать воздухом. А еще у наземных брюхоногих появились два дополнительных щупальца для ощупывания среды обитания и поиска пищи. Первоначально все наземные брюхоногие моллюски имели раковину. Но в ходе эволюции у некоторых она исчезла. Так появились слизни. Но мало кто знает, что в природе встречаются и полуслизни. Этакие недоулитки с малюсенькой раковиной, в которую они даже не могут спрятаться. Улитки носят свои раковины с собой, куда бы они ни пошли. И прячутся внутри них от врагов. Но зато слизни могут сжимать или удлинять свое тело, чтобы протискиваться в крошечные отверстия и щели. Хотя наземные брюхоногие моллюски всю жизнь проводят на суше, они по-прежнему больше всего на свете ценят воду. Если воды в их теле останется мало, они могут умереть. Поэтому в сухую погоду улитки залезают в раковину и засыпают. А слизни прячутся глубоко под камнями или бревнами, чтобы сохранить необходимую для жизни влагу. В основном слизни имеют окраску коричневого цвета. Но некоторые из них бывают удивительно красивыми. Например, вот этот ярко-розовый слизень, обитающий в Австралии. А посмотрите на этого бананового слизняка. Бананами он не питается. Но желтая окраска делает их похожими на банан. И улитки, и слизни остаются влажными благодаря выделяемой слизи. Посмотрите, какой заметный след они оставляют за собой. Улитки и слизни могут использовать эту слизь, чтобы взбираться по стенам, стволам деревьев или большим камням. Слизь этих брюхоногих имеет уникальные свойства. Именно слизь слизняков вдохновила ученых на создание средства для борьбы с обледенением самолетов. В будущем планируется разработать гель, похожий на слизь, и наносить его на крылья и хвост самолетов. Также на основе слизи некоторых слизняков ученые создали несколько медицинских клеев для восстановления тканей и перевязки ран. В море живут свои слизни и называются голожаберные моллюски. Они входят в число красивейших обитателей морей и океанов. Как и у наземных, раковины у них нет. Зато формы и расцветки удивительные. Например, это голубой дракон. А этот морской слизень выглядит как зеленый лист, потому что он может встраивать в свои клетки хлоропласты, полученные из съеденных водорослей. Есть даже слизень, выглядящий как очаровательный кролик. У морских слизней жабры не внутри, а снаружи. И выглядят эти жабры как разноцветное украшение. Однако внешний вид обманчив. Такая яркая расцветка является предупреждающей и говорит хищникам, что это животное несъедобно и даже ядовито. Спасибо, что присоединились к нам. Надеемся, вы не остались равнодушными к этим невероятным существам, которые живут рядом с нами на нашей планете. Увидимся в следующий раз!